Первый, Монетный двор независимой Украины, был организован в 1992 году на Луганском станкостроительном заводе. Вы видите книгу, читая которую, переносишься в годы, когда Украина впервые осваивала производство монет. А сейчас перед вашими глазами редкие пробные 50 шагов. Подобные редкие вещи можно купить на сайте Виолити в разделе Монета Украины для обращения и пробные. Пожалуй, это мой самый любимый раздел, ссылочка на него будет в описании. Хочу отметить, что в последнее время тема монет Украины привлекает все больше и больше внимания коллекционеров и инвесторов. Это связано с тем, что сейчас происходит, во-первых, переход от одних монет к другим, тем самым привлекая к этому внимание. И некоторые монеты просто невозможно встретить уже в обороте. У нас молодая страна, и в этом году будет юбилей. 30 лет провозглашения независимости Украины. Это очень-очень мало в рамках одного государства. У нас очень молодая страна, и украинская нумизматика проходит путь становления. Огромное количество монет Украины сейчас просто недооценены. А подобные пробные вещи могут стоить тысячи долларов. Давайте я вам покажу более детально эти 50 шагов и вставлю небольшой фрагмент из прошлого моего видео о них. Мелочь, копейки, которую мы знаем, которая сейчас уходит из оборота, могли называться совсем иначе. Названий было предложено много. Резано, гроши, копы. В 1991 году были рекомендации Министерства финансов назвать стотинкой. Даже определили номиналы. 1, 5, 10, 25 стотинок. Вес и диаметр. Дизайн грошей и копов начали разрабатывать художники Лопата и Максимов. На тот момент герб Украины Верховная Рада еще не приняла. Коллекционеры первым шагом стали называть монетовидный жетон, изготовленный в ходе отборочного конкурса среди предприятий Украины на размещение монетного двора. Отчеканенный в конце 1991 года жетон из нержавеющей стали имел на обеих сторонах одно и то же изображение, цифры номиналом 50 в обрамлении листьев и звездой над нею. Его раздавали чиновникам, курировавшим строительство монетного двора ЛСЗ. А его пуансоны, по словам инженера-конструктора Пономаревой, были уничтожены в 1996 году в ее присутствии. Количество таких жетонов вряд ли превысило 20 экземпляров. Кстати, набор коллекционер включили эту монету, но думаю найти оригинальную практически невозможно, так что придется добавлять в альбом копию. Получается, у монеты появился реверс, но что размещать на аверсе? На своей пробной монете для отработки чеканки можно было размещать что угодно, но специалисты были работниками монетного двора Украины, и они хотели, чтобы заводская монета говорила о государстве, в котором она была чеканена. Для этого нужно было изобразить герб, но на тот момент он еще не был официально принят. Думаю, коммунистическая партия была против трезубца. Проскакивала информация, что в качестве герба, возможно, будет принят родовой знак древнерусских князей Рюриковичей – трезубец, который был в 1918 году гербом страны. В одном из журналов в то время разместили изображение, в пояснении к которому утверждалось, что трезубец является монограммой, разложив которую на буквы можно прочитать слово «воля». Работники монетного двора и решили передать слово «воля» на гербе. В своих монетах специалисты нарисовали букву «О», в отличие от княжеского изображения, почти идеально круглой. А на второй стороне решено было изобразить цифру «1» в окружении листьев с лентой под ней и названием «Страны над ней». Получается, уже есть две монеты, но этого оказалось мало. И было решено сделать более крупную монету номиналом «50 шагов». Так называли ее специалисты и коллекционеры. Работая над копиром «50 шагов», гравюр считала, что при создании предыдущих монет она допустила ошибку, сделав на обеих сторонах указание на государство. Получается, два аверса – указание страны и герба с разных сторон. На копире аверса «50 шагов» она изобразила герб и изображение бусинного ободка и, убрав из эллипсной буквы «О» трезубца лишнее вплетение букв «В» и «Я», затем вписав в центр пуансонов реверса цифры номиналом «50» в окружении дубовых листьев и колосьев пшеницы с лентой под ними вместо слов «Украина». А на реверсе поместила дату чеканки 1992, но вынуждена была остановить работу, получив более срочное задание. После чеканки пяти-семи экземпляров шагов было замечено, что бусины получились довольно неряшливо. Пришлось делать новый пуансон. Неизвестно, кто его делал, так как Митина в то время находилась в командировке Москве. Герб на нем вырезан вручную, а не на копировально-гравировальном станке, как это делала Митина. Все цеховые монеты чеканились на гидравлическом прессе из различных имеющихся на заводе металлов, а их заготовки вытачивались здесь же на токарном станке. Опыт, приобретенный во время изготовления, пригодится специалистам в дальнейшей работе по созданию пуансонов национальной монеты. Шаги Луганского станкостроительного завода проложили путь украинской монете. Спасибо всем, кто заглянул в это видео. Поддержите его лайком, если оно вам было интересно. И до встречи в новом видео. Всем пока!